Хорошо, сиди спокойно. Сейчас, наверное, немного пощипят. Ай, что? Я же едва коснулся. Прости. Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить поломанных сёдзи. Лайки, комментарии под этим видосом, как обычно, не забываем оформлять. А ещё можно, короче, подписаться на канал. Вот такие вот дела. Погнали! До меня доносятся удаляющиеся шаги Ханака, приглашённые коврами, лежащими в гостиной. Когда они затихают, я чувствую, что Лили мягко кладёт руку мне на грудь. Мне требуется колоссальное усилие, чтобы не отреагировать. Но что-то внутри подсказывает. Она знает, что я не сплю. Тишина затягивается. Все мои мысли лишь об этой нежной руке, лежащей у меня на груди. Проходит некоторое время, и Лили убирает руку. Доброе утро, Хиса! С лёгкостью признания поражения, я немного приподнимаюсь и протираю глаза. Как ты узнала? Ты затаял дыхание. Несмотря на то, что это логично, ей бы не понадобилось столько времени, чтобы разобраться в ситуации. Учитывая, какой у неё слух, она, вероятно, знала об этом ещё до того, как положила на меня руку. Если хочешь спать подольше, тебе следует ложиться раньше. Я слышала, что телевизор работал до глубокой ночи. Прости. Лекарства, которые я принимаю, с некоторых пор влияют на мой сон. Даже если я устал, у меня бывают проблемы с тем, чтобы уснуть. Я сожалею, что завела об этом разговор, Хиса. Я вздыхаю. Так, ээээ... Сейчас нам надо плёсик от Лельки, так что мы будем с ней говорить. Вот. Поговорить. Да брось, порой ты переживаешь за меня сильнее, чем я сам. Мне нужно лишь побольше спать. Только и всего. Но всё же... Я бы сказала, что выгляжу здоровым, но, кажется, для тебя это не будет иметь особого значения. Она испускает полной тревоги вздох, прежде чем с тихим смешком отступить. Как скажешь, пожалуйста, береги себя, Хиса. Иди, Ханаке может понадобиться помощь. Она собирается возразить, но с неохотой соглашается и, ведя рукой по гладким белым стенам, медленно исчезает на кухне. Некоторое время я сижу и смотрю телевизор. Чтобы хоть как-то взбодриться, но это не помогает. Так как заняться больше нечем, я следую за Лиле. Мог бы и сразу. Обогнув угол, я вижу Ханаке и Лиле, стоящих спиной ко мне. И спокойно нарезающих продукты на гранитного цвета столешница. Некоторое время я увлеченно наблюдаю за тем, как Лиле нарезает капусту. Придерживая ее пальцами и осторожно опуская нож медленно и аккуратно. Она кажется немного медлительной. Но если учесть, что она не видит то, что делает, то факт, что она вообще умеет готовить. Тем более для двоих. Себе и Ханаке. Маленькое чудо. Привет, Ханаке, Лиле. Нужна какая-нибудь помощь. Не мешаться на кухне, вот это самая важная помощь, ага. Это Хисао. Доброе утро, Хисао. Лиле вздрагивает от неожиданности и оборачивается. А из-за ее вскрикам мы с Ханаке немедленно оказываемся рядом с ней. Что? А-а-а. Тонкая струйка крови стекает вниз из кончика ее бледного пальца. В котором нож оставил глубокий порез. Достаточно ей, чтобы вызвать кровотечение. Из-за работающего телевизора, приглушившего звук моих шагов, она, должно быть, не заметила, как я подошел. В качестве компенсации за то, что она должна руководствоваться осязанием во время приготовления пищи, ей, вероятно, приходится быть особенно сосредоточенной. Лиле. Не волнуйся, Ханаке. Это всего лишь маленькая ранка. Ага, до костера схреначила руку. И все же тебе надо ее заклеить. В крайней мере, пока она не перестанет кровоточить. Аптечка должна быть в ванной комнате, верно? Я думаю, да. Ты здесь одна управишься, Ханаке? Я хмурюсь на то, что она так пренебрежительно говорит о себе, в то время как Ханаке отвечает коротким, практически машинальным кивком. Все в порядке. Я могу продолжить... продолжать готовить. Золотые трубы? Нехило так. Моцаряется неловкая тишина, пока я выстраиваю на крае раковины пузырек, антисептика и коробочку с лейкопластырем. А Лиле протягивает мне руку для обработки. Почти без усилий, открутив крышку бутылочки, смачиваю ватный шарик в жидкости, и он окрашивается в бледно-зеленый цвет. Хорошо, сиди спокойно. Сейчас, наверное, немного пощипет. Пощипет? Она слабакивает в ответ, и я фиксирую... Ее руку своей. Со всей нежностью, на которую способен, я мягко подношу смоченный шарик с небольшой... К небольшой красной линии. Ай! Что? Я же едва коснулся. Прости. Без контекста это, блин, будет звучать просто офигенно. Я вздыхаю одновременно из-за ее реакции, и чтобы успокоить собственные нервы. Ее болевой порог удивительно низок. Я бы попросил тебя мужа отца, но не могу этого сделать. Она тихо хихикает, и я пользуюсь тем, что она ненадолго отвлеклась. Несколько раз мягко прижимаю ватку к пальцу. К счастью, этого достаточно, чтобы добиться нужного эффекта. Мы немного успокаиваемся, пока я покрываю кончик ее пальца пластырем, накладывая его на рану и стараясь не наклеить на ноготь. А почему? Ну вот, готово. Можешь двигаться. Высвободив свою руку, она мягко сжимает ее другой. Спасибо. Не за что. В конце концов, это меньшее, что я могу для тебя сделать после того, как ты из-за меня поранилась. Она слегка склоняет голову в ответ на оправдание и рассеянно потирает руку, кажется смущаясь. Я вовсе не возражаю. Ее ответ кажется не очень логичным, ведь довольно очевидно, что случившаяся моя вина. Я не могу не поморщиться, глядя на нее, несмотря на утонченную улыбку, все еще играющую на ее губах. Ей должно быть не нравятся напоминания об ограничениях, которые на нее накладывает отсутствие зрения. Я, конечно, не могу ее за такое винить. Я и сам стал жертвой этого чувства. Хотя мое состояние и близко не оказывает такого повсеместного влияния на мою жизнь. Ни капли не радостные, а мы возвращаемся на запах готовящейся пищи, доносящейся с кухни. Я расставляю тарелки с хорошо приготовленным блюдом из риса с карри, над которым струится пар, в то время как Ханако раскладывает столовые приборы. Нож с одной стороны, вилка с другой, по-западному. Эта превосходность гармонирует с Лиле. Когда мы занимаем места за столом, аккуратно придерживая темно-красную скатерть, не спадающую ниже колен, с кухни выходит Лиле. У нее в руках три бокала и бутылка вина! Да вы уже бухали, чё ж? Вспоминая нашу последнюю встречу с этим дьявольским эликсиром, я прячу лицо в ладонях. Спиртное? Серьезно? С игривой улыбкой на лице она подходит к столу. Акера дала особое разрешение взять бутылку из своей коллекции. Мало того, что она угощает спиртным несовершеннолетних, она даже позволяет им брать его самим? Идеальный пример того, насколько Акера безответственна и взрослой! Да она охуенно! Но главное, что такая еда не самая лучшая закуска. Я начинаю думать, что Лиле из тех, кто легко пристращается к чему-либо. Это вовсе не проблема. Я-то не возражаю! Но разве тебе в прошлый раз не было плохо? То, что случилось в прошлый раз, было скорее из-за того, что мы перебрали. Так что один бокал не должен обернуться неприятностями. Рассматривая это как полезный опыт. Не могу припомнить, чтобы полезный опыт заставлял меня чувствовать себя столь погано перед тем, как заснуть. Но поверю тебе на слово. Она опускает здоровый палец в бокал, чтобы контролировать уровень жидкости. Кажется, что белоснежная кожа ее пальца сияет в солнечном свете. Излишне изящные контуры размазываются и отражаются стеклом бокала. Ее пальца определенно длиннее моих. Они скорее подошли бы пианисту, нежели учителю. У нее наверняка хорошо получалось бы, если бы она научилась играть. Мы спешно приступаем к еде, постукивая ножами и велками по тарелкам. Никто из нас особо не горит желанием разговаривать во время еда. Лили слишком сдержанная для подобных вещей. Канака слишком застенчива, чтобы начать беседу. А я слишком занят поглощением пищи. Такое прозаичное занятие... Такое прозаичное занятие... Есть вместе за одним столом. Оно кажется совершенно обычным. Но одновременно заставляет меня осознать, как давно я не делал ничего подобного. Здесь лишь мы втроем сидим за одним столом и едим. Словно какая-то странная семья. Может быть это путешествие столь несвойственное для таких как мы. Может быть это путешествие столь несвойственное для таких как мы, того стоило. А чё тут были звуки эми бегущей, а? Проходит немалое количество времени, но в конце концов мы завершаем нашу на удивление сытную трапезу. Венок счастью произвело лишь небольшой эффект. Потому что каждый из нас выпил не более одного-двух бокалов. Я откидываюсь на спинку стула, довольно поглаживая живот. Ух, я нажрался-то! Лили промокает губы салфеткой два раза, всего два раза и с одинаковой чистотой. Порой трудно сказать, являются ли её поступки результатом хорошо освоенного повседневного распорядка, или же хорошо отрепетированным действом. Я, кажется, тоже. Тебе понравилось, Ханака? Было очень вкусно. Потому что она же и готовила-то. Теперь, когда мы все хорошо подкрепились, можем отправляться? Отправляться? Куда? Ааа, ты же не в курсе нашего с Ханако разговора. У меня складывается впечатление, что она тонко намекает на мой сегодняшний длительный сон. Мы собираемся в соседний городок. Полагаю, мне следовало ожидать, что две девушки воспользуются выходными для похода по магазинам. Не важно... Не важно, где бы мы на планете... Блять, что? Не важно, где бы на планете они их не проводили. Ааа, во! Господи, вот это сложное предложение-то. Тем не менее, мне интересно полюбоваться окрестностями. Так что, это вполне хорошая идея. Звучит неплохо, но и далеко до него идти. Я предполагаю, что около полутора-двух километров. Поблизости, да? Здорово! Просто здорово! Красиво там. Пока мы взбираемся по поросшей деревьями и кустарникам тропе, я наблюдаю за Ханако и Лилией, идущими впереди. Легкий бриз уносит постукивание трости Лили. Я примечаю, что она уже сняла с пальца пластырь, потому что кровотечение остановилось. Полной грудью вдыхая свежий воздух, я все сильнее жалею, что дома он не настолько чистый. Не успеваем мы пройти полкилометра, как я... Покрываюсь потом. Хотя погоду сегодня едва ли можно назвать прохладной, так что я не должен быть к себе слишком строг. Эй, Лилия, кстати, как хорошо ты знаешь этот город. Так как я еще до поступления в Ямако провела здесь множество каникул, я бы сказала, что знаю его довольно хорошо. Мы обычно ездили туда по выходным. Как бы мне хотелось, чтобы Акера сейчас была здесь, чтобы отвезти нас. Я быстро пользуюсь моментом, чтобы потереть руки, избавляясь от странного ощущения холода в них. Тебе нравилось здесь? Я бы сказала, что здесь было приятно зимой. А летом, как ты сам понимаешь, становится слишком жарко. Во всяком случае, здесь тихо и спокойно. Настоящий дом моей семьи находится довольно далеко на юге. Когда родители покинули Японию, они оставили его нам с Акерой. После моего переезда в Ямако в нем живет только Акера. Что ж, тихое, безусловно, подходит для описания этого места. Я бы даже сказал, одинокое. Кроме обещанного маленького городка, здесь больше ни души на километры вокруг. Так как сам я вырос в крупном городе... Эта разница для меня весьма ощутима. Думаю, если бы не жизнь в Ямако, то переезд в подобное место для меня оказался бы слишком большой переменой. С которой я не смог бы смириться. Но поскольку я привык к уединенности школы, идея жить в подобном этом месте кажется по-своему привлекательной. Быть подальше от шума и суеты больших городов. Ну, а ты, Хисао, бывал на Хоккайдо прежде? Не, раньше жил на юге. И мы не ездили на экскурсии или на отдых так далеко на север. Что ж, в таком случае для тебя это новый опыт. Ага, так и есть. Я удивлен, какая тут умиротворенная атмосфера. Что насчет тебя, Ханако? Она мотает головой из стороны в сторону. Я здесь тоже впервые. По дороге у меня начинается покалывание в ногах. Это немного тревожит, учитывая, что нет никаких причин для возникновения этого чувства. Вы не могли бы притормозить на минутку? Мне просто нужно... Отъехать! Что-то не так? Нет. Меня просто покалывает в... Ой-вэй! Мои голосовые связки внезапно напрягаются, а грудь сдавливает. Я быстро прижимаю к ней руку, пытаясь подавить волну боли, распространяющуюся по всему телу. Хиса! Лили выглядит лишь слегка обеспокоенной, не видя того, отчего Ханако так испуганно отпрянула. Я в порядке. Я в порядке. Просто... устал. Я убираю руку от груди, заставляю себя снова начать идти. Это всего лишь небольшое... Три... Три питания сердца. И оно пройдет так же, как и другие. Всего через пару шагов мое тело восстает против меня. Ноги делаются как ватные и начинают подкашиваться. Не успеваю я среагировать, как они уступают под моим весом. Оставляя мне время лишь на то, чтобы приготовиться и упасть на четвереньки. О, черт! Хиса! Поднимая на нее взгляд, я осознаю, что мое лицо все еще перекошено от боли. Что лишь усиливает ее тревогу. Хиса! Ханако, опиши мне, что происходит! Ханако! Говори! Ханако быстро подбегает ко мне, в то время, как Лили практически впадает в панику. Не имея понятия о том, насколько плохо мое состояние. Пока она стоит в оцепенении, я опускаю голову и делаю глубокий вдох. Я вспомнил кое о чем, что заставляет меня бесконечно... ...озлиться на собственную глупость. Под впечатлением от новой обстановки, я забыл принять лекарство, как вчера вечером, так и сегодня утром. Вот идиот! Дебил! С очередным вдохом острая боль в груди начинает стихать, так же внезапно, как и появилась. Слава богу! Слава богу! Слава богу! Слава богу! Как только боль уходит, я начинаю отчетливо осознавать, что пот до сих пор стекает по моему лицу. И что рядом со мной две напуганные девушки. Хиса! Я в порядке, Лили. Я в порядке. Сморщив лоб, я пытаюсь подняться. Ханако быстро подставляет руки, чтобы поймать меня, если я упаду, в то время как я пытаюсь восстановить равновесие. Взглянув на Лили и Ханако, обращаю внимание на беспокойство, написанное на их лицах. Чувствую себя ужасно. Просто ужасно! Я считаю, нам следует вернуться. Я. Понимая, что протестовать бессмысленно, я раздосадованно отвожу взгляд. Хорошо. Готово, Сёдзя! Мррр. Совершенно истощённый, я приоткрываю глаза. Такое-то время я просто лежу без движения, пялясь в потолок и вспоминая утренние события, пытаясь привести мысли в порядок. Но времени у него будет достаточно, потому что сегодня на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока!